добрый день друзья с вами ксения шварц и александр ляхин и это канал фермы крыма сегодня мы отвечаем на вопросы наших подписчиков чем чаще вы их задаете чем чаще мы на них отвечаем и сегодня вопрос у нас звучит какие риски сельском хозяйстве конечно это беспокоит начинающих фермеров куда же я все-таки ввязываюсь что там будет происходить какие риски меня ждут риски очень важная часть любого бизнеса и управление рисками значимый такой навык как говорится по современному любого предпринимателя то есть человек должен предугадывать слабые места в своем на своем пути и умел их обходить либо решать возникающие проблемы в сельском хозяйстве конечно же но он сразу приходит то что сельское хозяйство тесно связано с климатом с природой то есть природные климатические риски скажем так в крыму уже давно умеют бороться с природно климатическими рисками то есть каким способом борются для тоже интерес ну это очень просто на юге крыма например бахчисарайском районе у нас не садят абрикосы потому что возвратные заморозки губят цвет абрикосов но садят персики чуть более дальше вот прямо заморозки сдвигаются время наступления заморозок соответственно можно судить садить другие плодовые овощные культуры правильно подобрать культуру правильного климатической зоне можно сказать не только культурах а именно технологии производства то есть время высадки овощей в грунт или в теплицу время обработки правильный подбор препаратов то есть например делясь со мной опытом один фермер рассказал что у него есть очень хитрый прием против это еще одно из вредителей просто он посадил более поздний черешни то есть время лёда этого мушки которые убивают черешню на корню у меня не совпадает с временем созревания его черешни соответственно у него урожай более правильно созревает он более цел что дает ему увеличение прибыльности это нарабатывается конечно нужно годами опытом но и в то же время можно привлечь грамотного специалиста агронома который даст возможность управлять рисками этими данными сельскими хозяйствами Саша совершенно прав хорошо что ты затронул эту тему действительно без хорошего грамотного агронома не обойтись никак вы просто действительно можете закопать свои деньги правильная высадка правильная обработка правильное место правильная культура это важно чаще говорим о растеневодцем и животноводцем те же сами риски существуют то есть крыму животноводство особенно молочные молочные животноводцы не имеют смысла потому что мало влаги мало земель для выгула скота для пастбищ для заготовки сочных хормов убиваются соответственно не надо сюда идти животноводом конечно можно но в бахчисарайском районе гораздо выгоднее садить сады чем позволить коров а если у вас нет своего агронома вы всегда можете проконсультироваться у нашего профессионального человека ну и соответственно мы говорим о рисках то есть не нивелировать природные риски риски неблагоприятных явлений можно правильным подбором культур правильным подбором технологий правильным соответственно распределением технологических операций получается что природно климатические риски тесно связаны с технологическими рисками то есть для того чтобы нивелировать технологические о и климатические риски мы управляем технологическими рисками это то что в результате нарушения определенный технологий производства вы не добиваетесь запланированного результата то есть если переводить на русский язык простой фермерский, если вы в мае по нераскрывшемуся бутону не отрыскаете черешню, то в июне, когда у вас черешня начинает смотреть, а наполовину у вас нет. Я не понимаю, но как бы климатические риски, поняла? Технологические риски. Риски несоблюдения технологий производства. А, то есть у тебя есть, получается, карта технологии производства, и ты должен ее четко соблюдать. Что-то, кстати, да, тоже так вот просто не получится. У нас всегда есть списки, карты, планы, мы всегда знаем, когда что делать. Можно сдвинуть операцию, можно немножко перенести, но совсем отменить нельзя. То есть если у вас денег нету, то на определенную операцию, то может оказаться, что у вас в конце года не будет денег на сбору. Собирать нечего. Нечего будет собирать. Окей. Какие еще риски, Саша? Ну, назовем эти риски сезонные или ценовые. То есть, рассчитывая на одну цену при производстве сельхозпродукции, при выходе на рынок вы сталкиваетесь с другой ценой. То есть, если в начале сезона виноград продается за 700 рублей, то в конце виноград, дай бог, продается за 60 рублей. Для фермеров разница просто колоссальная. Точно так же и с любым производством касается и зерна, и черешни. То есть, любого сезонного продукта. Только что наши друзья, фермеры, жаловались. В прошлом году мы сдали яблоки на оптовку за 65 рублей, да, и рассчитывают то 65 в этом. А в этом году у них получилось только за 32, что ли, по-моему, максимум они смогли забрать. Вот такая вот история, да. А почему? Потому что пришел большой объем, я расскажу, откуда, новых земель России. И фермеры встряли просто, они не забрали свою прибыль, которую забирали. Одна из моих любимых пословиц у фермеров две беды, урожай и не урожай. Отлично. Ну и эти ценовые риски как можно отрегулировать, как можно их решить, обойти. В первую очередь, конечно, перенесением реализации как можно дальше от срока созревания, то есть создание нехранения холодильников, складов, переработки, так, чтобы ваша продукция вышла не в минимальную ценовую яму, а когда уже цены опять стабилизировались и спрос устаканился, можно отдельно продавать. Да. А если нет денег, для того, чтобы поставить свою переработку и хранение, в Крыму есть куча мест и холодильников, и переработки, куда вы можете сдать свой товар и задать им задачу сделать конечный продукт такой. Ну, хотя бы для начала. Что еще у нас под рисками в сельском хозяйстве можно вывести? там уже специфику мы разобрали. Основные риски уже можно назвать присущими любому бизнесу. Давай. Ну, например, информационное. То, что недостаточно информации лечет очень большие последствия. Ты имеешь в виду, фермер не знает, что ему надо делать? не коммуникация. Или люди не знают, что есть фермер, у которого надо купить? Нет. начиная с простого примера, если ты не знаешь, что твой рабочий сегодня в вороте, ты можешь попасть на большие деньги. уедет он на тракторе, например, куда-нибудь и решит ему пополоскать колеса в речке. А вот тут его поймает экологический надзор. И были реально такие ситуации, поймает экологический надзор, да, заберут трактор твоего человека в твои и выпишут на организацию 400 тысяч рублей. Только из-за того, что твое тут. И никак ты не докажешь. Твой человек, твои проблемы. Да. Можно, чтобы попасть, организовать себе проблемы. Можно, например, не сообщить своему трактористу, что здесь ездить нельзя. Он через асфальтовую дорогу переезжает, его в ГИБДД впаивать штраф. Да, информационные риски, конечно, широкая тема, скажем. Не информационно-коммуникационные. Ты можешь не узнать, что вышло новое постановление и не успел сдать отчет. Сейчас было у нас такое. Конечно, всегда, постоянно, как ни стараешься, информации куча. Саша, ты сегодня прочитал новость, что нового из Минсельхоза пришло. Так это происходит. Да, да, да. Ну, это, конечно, нужно для этого, чтобы избежать их рисков, развивать нужно необходимую коммуникацию, то есть, это классические приемы коммуникации, общение, постоянный контроль, планерки, планы, рисование, то есть, что делать. Короче, просто так бросить не получится. Вот люди, идите, работайте, общий план висит. Нет, можно, конечно, коммуникацию между своими, своей командой организовать правильно. Ну, а сейчас выходит на первый риск, один из главных рисков в сельскохозяйстве, это риск, риск персонала, так скажем, риск рабочей силы, потому что вы, возможно, не найдете работников, первое, а если найдете, работники будут недостаточной квалификации. И, соответственно, все ваши задумки и планы, и чаты пойдут лесом, потому что ваш работник не понимает, с какого конца браться за лопату. Да, реально, у нас тоже такое было. Вот попробуйте взять неправильного агронома, и все, не будет у вас рожая, деньги закопали. Попробуйте взять неправильного бухгалтера, который не понимает ничего в сельском хозяйстве. Все, вы влетите на кучу штрафов и придется там еще долго от этого отмываться. Вот такая вот история. Это касается любого члена команды, но здесь больше проверяется, конечно, опытом, а временем, наверное, и делом, которым он там. Но, да, мы много пережили, много, долго собирали нашу команду и убирали ненужных людей. И это нормально. Что у нас еще? Остальные риски какие можно назвать? Ну, пройдемся уже по верхам. Финансовые. Понятно, недофинансирование грозит нарушению технологий и так далее. И снова вернемся мы к предыдущему нарушению там. Правильно ли я понимаю, вот мы сейчас к финансовым рискам пришли, то есть нельзя там вот имея там пару миллионов в кармане, условно, цифры условно, пойти и заниматься сельским хозяйством. Нужно ведь правильно все это просчитать в виде цифр. Это же твоя работа. Да, экономист. Для сельское хозяйство еще раз рассказываю, что оно характеризуется длительным сроком вложения средств на окупаемость и сезонность. То есть сложив сегодня, не рассчитываете, что завтра получите денежные средства. Скорее вам скажут еще вложите срок выхода на первоначальную прибыль в животноводстве, например, в месном полтора-два года, в молочном как минимум полгода-девять месяцев. В растеневодстве, в садоводстве может зайти за шесть лет выхода на первую выручку антиошинного прибыла. Я бываю всегда выручка. Время прибыли. А все этот период нужно поддерживать производство. Нужно дополнительное финансовое. Кстати, чтобы не влететь на финансовые риски, вот как раз такой человек, как Александр и нужен, который рассчитает, рассчитает, что от того момента, как ты зашел на это поле, до того момента, как ты получил первый урожай, он просчитает, за сколько мы его реализуем и просчитает все затраты, по крайней мере, больше 90%, все равно бывают форс-мажоры, по-честному. Мы с вами будем понимать, сколько нам денег нужно на вот этот период до первой прибыли, и сколько будет первая прибыль, и что она покроет, какие после первой прибыли будут дальнейшие расходы. Все это надо просчитывать и знать для себя заранее. А это достаточно такая, это уже работа у нас специалисты. У нас еще реализационные риски, реализационные. Реализационные, ну понятно, тесно связана специфика сельского хозяйства, который мы упоминали, что необходимо реализовать свое время, свою продукцию, но в то же время не прогадать, чтобы не остаться вообще без продукции. Скоропорт ты никак не сможешь отсрочить реализацию. У нас сейчас, как казалось бы, раньше мы жили счастливы и не представляли, что такое политические риски, а сейчас они души на первые. Политические риски, да, я что-то даже о них не подумала. Уже какой ты проницатель. У нас с политикой сейчас все связано, в Крыму связано и логистика, и рынок сбыта. Ну, я проиллюстрирую свою мысль тем, чтобы нас взорвали Крымский мост, соответственно, логистику ухудшилась. То есть ты думаешь, что он прям завтра выйдет это видео, да? Можем сказать, что мы записываем после недавнего событий. Ну и, соответственно, все это влечет и на рынок избыта, то есть туристов меньше будут покупать продукцию. Люди сюда не едут, даже рабочие, кстати, много действительно с России приезжали сюда именно работать. Да? Ну, да, этими рисками управлять нельзя. С ними приходится только смириться. Нужно как-то к ним готовиться, то есть делать какие-то запасы, может быть. Как ты подготовишься к этому? Мы с тобой встали. Ну, то есть, у тебя склад должен забить материал на полгода вперед. А, в этом плане я не знаю, как подготовиться. Вчера ты покупал тот же металл, который нам требовался для конструкции за одни деньги, а сегодня с утра проснулся, он в три раза берет. А ты этого не учел, ты даже не мог подумать, что такое другое. Друзья, если мы ответили на ваш вопрос, не забудьте поставить пальчик вверх. За это работаем, кстати, да? Мы рискуем, отвечая на вопросы про риски, поэтому вознаградите нас своей активностью. Да. Если вы знаете еще какие-то риски в сельском хозяйстве, что мы здесь не рассказали, обязательно пишите в комментариях, будет круто, если мы добавим к этому видео еще дополнительную информацию. Вот. И расскажите, с чем вы столкнулись, с какими рисками, какие риски вас задели, с чем сталкивались именно люди. А с вами были фермы Крыма, Ксения Шварц и Александр Ляхин.